Скажите, а вы все знаете о своих правах? Например, о том, что некоторые граждане имеют право на адресную помощь от государства в оплате за жилищно-коммунальные услуги. Сложно звучит? Сейчас все объяснимо. О предоставляемых субсидиях на оплату ЖКХ и коммунальных услуг жителям края нам расскажет Евгения Ивановна Буянова, начальник отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Здравствуйте. Добрый день. Рады вас приветствовать. Тем более с такой важной, нужной темой просвещаем наших телезрителей. Итак, кому положены субсидии? Государством оказывается должная помощь гражданам в части оплаты ими жилищно-коммунальных услуг. И одной из мер социальной поддержки можно назвать субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это целевая, безвозмездная помощь государству гражданину, если он оказался временно в трудном материальном положении. Финансовая помощь. Да, да, финансовая помощь. Либо если имеет регулярный, но низкий доход, но при этом у него достаточно высокие расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. То есть принцип предоставления субсидий, он достаточно ясен. Если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают определенный уровень, значит гражданин автоматически попадает в программу предоставления субсидий. Вот этот уровень называется максимально допустимой долей расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. В крае у нас эта величина составляет 22%. Но для малоимущих граждан есть еще некая социальная гарантия, которая позволяет снизить вот этот уровень еще до более низкого на величину поправочного коэффициента. И он индивидуален у каждой семьи, поскольку и доходы у каждой семьи разные, и величина прожиточного минимума для семьи, которая учитывается при определении поправочного коэффициента, она разная. Но однозначно могу сказать, что эта планочка для них снижается. Что касается расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, которые учитываются при определении права на субсидию и размера субсидий, в данном случае принимаются во внимание не фактические расходы, а региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг. Причем эти стандарты дифференцированы. Они зависят от вида жилого помещения, на которое предоставляется субсидия, от количества членов семьи заявителя, от того, на территории какого муниципального образования города расположено жилое помещение, от обязанности уплачивать взнос на капитальный ремонт. И говоря об этом, мы понимаем, что твердого размера здесь не будет. Доходы разные, расходы разные. Поэтому сказать о том, что у каждой семьи какой-то будет средний размер, ну, нельзя. Но, тем не менее, мы можем говорить о среднем размере по итогам года. Он сложился на уровне 1755 рублей. То есть в среднем семья в прошлом году получила вот эту сумму. Но есть один немаловажный момент, на который следует обратить внимание. Это отсутствие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Ну и в данном случае от федерального законодателя есть определенная помощь гражданам в плане обращения за субсидии при наличии такой задолженности. В данном случае, если есть у гражданина желание получать субсидию, есть желание оплатить задолженность, но постепенно, поэтапно он может заключить соглашение с ресурсоснабжающей организацией о погашении такой задолженности. Выполнять условия соглашения и параллельно обратиться к нам за субсидией. Право на субсидию имеют пользователи жилых помещений, государственного, муниципального жилья, собственники жилых помещений, члены жилищных, жилищно-строительных кооперативов. Ну и в том случае, когда гражданин является нанимателем жилого помещения в частном жилищном фонде, грубо говоря, заключил договор найма. Субсидия предоставляется по месту жительства, предоставляется как на самого гражданина, так и на членов его семьи. Предоставляется на период до 6 месяцев. То есть, если трудное материальное положение никак не урегулировалось, гражданин имеет право повторно обратиться на последующие 6 месяцев за получением субсидии. За получением субсидии можно обратиться в орган соцзащиты или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства. Можно обратиться в электронной форме, можно направить документы почтой. То есть, любым удобным и доступным для гражданина способом. Какие это документы? Что должен предоставить заявитель? Вот для стандартной ситуации это минимальный набор документов. Это, естественно, паспорт заявителя для того, чтобы заполнить заявление. Это документы о доходах каждого члена семьи за 6 месяцев предшествующим месяцу обращения за субсидии. Это документы об отсутствии задолженности. И документы об оплате за жилищно-коммунальные услуги за последний месяц перед обращением. Остальные все документы уполномоченные органы запрашивают в порядке межведомственного взаимодействия. То есть, без участия самого гражданина. Но это не исключает, допустим, представление им самим какого-то дополнительного пакета документов. Но это не совсем обязательно. И воспользовавшись субсидией, нужно понимать, что вот эти деньги, которые государство безвозмездно дает, оно дает на определенную цель. Это только оплата жилищно-коммунальных услуг. Полностью или частично. И это является определенным подспорьем для семьи. Почему? Потому что экономия собственного бюджета позволяет пустить деньги собственные на другие жизненно важные цели, задачи, которые есть у семьи. Куда деньги поступают? Как заявитель получает эти деньги? И как потом контролирует то, что эти деньги потрачены туда, куда нужно? Значит, денежные средства перечисляются на лицевой счет гражданина, открытые в любой кредитной организации. По истечении шести месяцев получения субсидия у гражданина есть обязанность представить документы о ежемесячно понесенных расходах по оплате за жилое помещение коммунальной услуги в период предоставления субсидий. И, соответственно, в данном случае проводится сверка размеров выплаченной субсидии и размера оплаты за жилое помещение и коммунальных услуг. В этом плане контроль осуществляется таким образом. Как давно уже предоставляете субсидии? Субсидии у нас в крае предоставляются с 2006 года. Много ли уже заявителей было? Много ли воспользовались субсидиями? Статистика за 2018 год показывает, что субсидией воспользовалось более 65 тысяч семей. На эти цели из бюджета края ушло порядка 1 миллиарда 250 миллионов рублей. И в этом году в бюджете края предусмотрено на эти цели достаточно средств. Это порядка полутора миллиарда. Поэтому, кто как оценивает свое материальное положение, можно проверить свое право, обратившись в уполномоченные органы. Так вот, подкачали для наших телезрителей, объяснили все достаточно, в полной мере, в полном объеме. Но прямой эфир, вдруг наши телезрители еще ничего не успели записать. Куда отправлять документы? МФЦ принимает в онлайн. Это куда? Это единый реестр государственных и муниципальных услуг. То есть на этом реестре реализована возможность подачи документов в электронной форме. Лично можно обратиться как в МФЦ, так и в орган социальной защиты. Ну, либо посредством почтовой связи. Пожалуйста. Уточните, пожалуйста, что за реестр? Единый реестр государственных и муниципальных услуг – это федеральная информационная программа, которая позволяет в электронном виде, без посещения, без личного обращения отправить в уполномоченный орган заявление и необходимые документы. И это будет свидетельствовать о том, что гражданин явился лично, но только через онлайн-систему. Это и сайт госуслуги или что такое? Да, да. Госуслуги. Спасибо вам огромное, что еще раз проинформировали наших телезрителей действительно важные темы. Спасибо большое. Пожалуйста. Будем ждать вас еще. С удовольствием. До свидания. Всего доброго.